здравствуйте друзья я пожалуй сейчас начну вот с чего хочу рассказать для тех кто не знает об одном очень забавным на мой взгляд факте я хочу рассказать о том что существует разница как считают на пальцах американцы и как считаем на пальцах мы мы же делаем вот так раз два три и так далее правда американцы делают наоборот one two three забавно правда так вот я это к чему я сейчас буду считать свои любимые занятия вот смотрите я люблю задумничать я люблю писать я люблю фотографировать я люблю снимать видео я люблю монтировать видео так вот друзья сегодняшнем видеоблоге вы увидите результат всех моих пяти любимых занятий давайте приступим я не устану повторять красотой надо делиться у меня друзья время лилии в саду семь лет назад я отважи а отважилась разводить лилии купила несколько луковиц лилий так как это самый дешевый способ для начинающего лилии были производства нидерландов ну как обычно купила в магазине и и в магазине и по каталогу среднем цена одной луковицы мне обошлась в 1 доллар если купить цветущую лилию в контейнере объемом на глаз примерно 1 литр то это будут уже совсем другие деньги видела однажды такую лилию за 10 долларов сохранилась тех времен красивые большие инструкции по посадке уходу за лилиями сейчас смотрю на на одну из них и читали читаю лилии зовутся аристократами растительной вселенной боже как красиво что могу сказать по этому поводу конечно лилии назвали аристократами за их выдающуюся красоту вот взяла с книжной полки две книги о цветах и один фотоальбом везде на обложках лилии конечно украсить книгу фотографии лилии это беспроигрышный вариант лилии не могут не очаровать а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Я успела убедиться на собственной практике, что внутри самого понятия лилии есть лилии очень разного характера. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Так оно и оказалось на самом деле Восточные красавицы Отцвели один годик И на следующий год Больше не взошли Жалко, конечно Это самые аристократичные Из аристократов Безумно красивые И с очень приятным запахом А я даже не сфотографировала Свою лилию Сорта Старгейзер Наивно, как оказалось Полагая, что на следующий год Она будет еще роскошней Ага Хорошо, что есть другие В смысле ухода лилии Чтобы показать, какие лилии Я сумела вырастить А большинство из них живут и здравствуют И поныне Разделю их по форме цветков На сегодняшний день У меня проживает в саду Лилии чашевидные Музыка 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 Лилии трубчатые И лилии чалмовидные Лилии я поливаю регулярно Удобряю Мульчирую Подвязываю К палочкам Опором Во время цветения Лилии цветы Кто-то постоянно грызет Поэтому надо их Опрыскивать от насекомых Красота требует жертв Это можно В полной мере отнести К уходу за лилиями Забот полон род Но отказываться Пока от них Не хочется Недавно я наоборот Решилась даже на эксперимент По размножению лилий Из чешуек Луковиц Взяла для этого Одну луковицу Лилии трубчатой Это кстати Очень высокие лилии Их в каталоге По которому я Когда-то приобрела Даже называют Лилии деревья Но они в моем климате И в моем конкретном саду Не выглядят великанами Просто высокие цветы Прочитала я об этом Методе размножения лилии В книжечке Изданной Североамериканским Обществом По выращиванию лилий Вот на этой странице И описана Метода И милые картинки В придачу Глядя как задорно Парочка На картинке Занимается Размножением лилий Первая мысль Которая пришла Мне на ум Была О 10-долларовой Лилии В магазине Конечно Лучше изучить Возможные Способы Размножения Лилий Запастись Серпением И дождаться Своих собственных Лилий От материнского Растения Я решила Была не была Попробую Сразу После цветения Выкопала Одну луковицу Лилии Трубчатой Разделила Ее на чешуйки Обваляла В порошке Для роста И укрепления Корней Взяла Пластмассовый Контейнер Заполнила Его влажным Торфом Внутри Которого Поместила Чешуйки Затем Я закрыла Крышку Контейнера Подписала Дату Начало Моего Эксперимента И оставила Контейнер При комнатной Температуре Ждала Несколько Недель Что будет Дальше А случилось Вот что Для меня Друзья Это Настоящее Чудо На одной Чешуйке Появляются Несколько Крохотных Луковичек Деток В статье Сказано Что Можно еще Чешуйку Разделить На части Дальше Я собираюсь Их подращивать Дождаться Корней На луковичках Подержать Их В холодильнике А осенью Перед наступлением Зимы Высадить Специальную Грядку В огороде Североамериканские Лилиеводы Пишут В книге Что Из таких Луковичек Получаются Луковицы Цветущие Лилии Через Два Года Кстати Посмотрите На грядки Для подращивания Лилии У меня Уже Есть Четыре Лилии Малышки Я Отделила Их От материнской Луковицы Этой Весной Вчера Я сорвала Первые Красные Помидоры В огороде Их Всего Пока Только Две Но Первые Они Всегда Самые Вкусные Правда Уже Можно Сделать Бутерброд С Ржаным Хлебом Помидорами И Свежесобранным Из огорода Базиликом Зная Заранее По прогнозу Погоды Что не будет Жары Я Вчера Устроила Пир На весь Мир Накоптила Мясо И рыбы В нашей Коптильне Это Это Не для Одной Трапезы А Впрок Тоже Задействовала Куски Свинины Курицы И Лосося Кусочки Лосося Я уже Вынула Из Коптильни Они Быстрее Всего Готовятся Вот Казалось Бы Сущий Пустяк Пойти И Отрезать Саду Свеженькие Веточки Розмарина У меня Растет Большой Раскидистый Куст Розмарина Высотой Чуть Меньше Метра Но Мне Каждый Раз Так Приятно Это Делать Большую Часть Моей Прожитой Жизни Мне Это Было Недоступно Видимо Сейчас Я Никак К этому Не могу Привыкнуть У У Меня Кстати Лавровый Лис Для Кулинарии Тоже Из Сада У Меня Растет Один Кустик Лавра Лавра Благородного Иногда Писать Легче Чем Произнести Брюссельскую Капусту Этой Осенью Я Собираюсь Вырастить Из Семян А Пока Я Принравилась Покупать Ее В Вакуумных Пакетах Кладешь Такой Пакет С Брюссельской Капустой В Микроволновку И Через Пять Минут Гарнир Из Брюссельской Капусты Готов К употреблению Можно при желании Для красоты Чуть-чуть Обжарить Половинки Кочешков На Оливковом Масле Так что Друзья Вот На На Блюде Из Моего Собственного Урожая Только Листики Розмарина Я Уже Говорила Здесь У нас Что Лето В моих Краях Ужасно Жаркое И Долгое И Что Я В общем-то Не Люблю Здешнее Лето Но Вчера Не Было Жары Было Всего Как-то Там Каких-то Плюс 29 Градусов Цельсия И Мы С Можем С Удовольствием Трапезничали На Веранде Можно Кушать И Одновременно Любоваться Садом Садик Мой Любимый Дает Мне Пищу Не Только Для Тела Но И Пищу Для Души А Еще Я Поймала Вчера На Фотокамеру Несколько Чудесных Мгновений Лета И Хочу Поделиться Ими С На Сегодня Все Спасибо Всем За Внимание Заглядывайте На Мой Канал Еще Будет Много Всего Интересного Всего Вам Хорошего До Свидания Субтитры